Цифра помогает собирать больше урожая, как с помощью цифровых технологий повысить точность и эффективность земледелия, исключить человеческий фактор и составить карту качества земель. Все подробности в этом выпуске программы «Цифровой Казахстан». Еще относительно недавно аграрии в своем нелегком труде надеяться могли разве что на собственную мускульную силу до мощь пары валов. В наши дни уже и высокопроизводительными тракторами с многочисленными интеллектуальными системами на борту мало кого удивишь. Сельскохозяйственная наука современности уже не обходится народными приметами. Мокрым пальцем, по которому определяют, откуда ветер дует, или веточкой в земле для получения данных о влажности. Да и взаимоотношения между участниками процесса сельхозпроизводства уже не те. Здесь крестьянину нужны субсидии, там элитные семена, тут горючее по льготной цене. Учесть все пожелания и увидеть все сложности одними только человеческими силами было бы, наверное, невозможно. Но на помощь приходят цифровые технологии. И вот крестьянину уже не нужно сутки напролет трястись по своим владениям на старенькой Ниве. На помощь приходит цифра. Оценить качество урожая поможет беспилотник GPS, корректирует маршрут трактора и рационализирует потребление горючего. Все те же цифровые технологии помогут и составить карту земель, с каких урожая ждать высокого, а какие не помешало бы обогатить удобрениями. Данное оборудование – это автоматический пробоотборник почвы. Он позволяет автоматизировать процесс отбора образца и исключить полностью человеческий фактор. Чтобы результат был стопроцентный, соответственно, вам нужно оборудование, которое будет отбирать образец без смешивания горизонта и внесение каких-либо бактерий в корневую систему. Данное оборудование позволяет это сделать, за 7 секунд отобрать образец от 0 до 30 сантиметров. Получается, процесс полностью автоматический, управляется только с места водителя, нажимая на одну кнопочку. В Казахстане сегодня работа по отбору проб почвы активизируется. Создание карты почв позволит твердо знать, где какую культуру высаживать и какого ждать урожая. Если правильно делать по всем методикам и использовать оборудование по назначению, то вам позволит прирост урожая, это как показывает мировая практика, 25-30%. Вот именно количество и качество урожая, но, соответственно, и выгода самого сельхозтоваропроизводителя будет намного выше. Активнее всего цифровые решения по отбору проб земли и проведению агрохимических анализов используются в Германии, Дании, Польше и России. В Казахстане закон об анализе почвы сегодня разрабатывается. Если технология будет внедрена повсеместно, производительность земледелия удастся повысить как минимум в половину. Данное оборудование можно совместить с любым GPS-приемником, который позволит вам отследить маршрут непосредственно машиниста, который отбирает образцы, для того, чтобы выполнить стопроцентный результат именно по госзаданию. Вот, что вы не нарушите ни одно действие, которое требуется законодательством, для того, чтобы можно было в дальнейшем получить субсидии. Субсидии на развитие, на удобрения и прочее. Повышение эффективности производства позволит и увеличить экспортный потенциал, и снизить себестоимость производства. Выгоду получит как сам сельхозпроизводитель, так и потребитель продукции. Тенге, голосующий за качество вкупе с невысокой ценой. В Казахстане сейчас, на данный момент, это активно развивается, это самое актуальное направление. Как мы говорим, все дело в почве и в профессиональных пробоотборниках. Для того, чтобы это все эффективно делать, непосредственно надо изучить плодородность почвы и уже в дальнейшем действовать по рекомендациям. Глубина забора почвы до 30 сантиметров. В день цифра поможет обработать до 2,5 тысяч гектаров. Чтобы провести работы на такой площади, достаточно одного человека и одной машины. Это раньше не использовалось, теперь это используется, потому что выходит законопроект о высокоточном земледеле. С этого года уже есть институты, государственные учреждения, лаборатории государственные, которые начинают активно внедрять эти технологии уже на своей практике. Цифровое все активнее входит в нашу жизнь. И вот цифра уже помогает выращивать хлеб. Она же проследит, чтобы он вовремя добрался до прилавка и еще теплым попал на наш стол. Узнать же обо всех новинках и подробностях вы традиционно сможете в программе «Цифровой Казахстан». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова